Сегодня во всем мире отмечают, наверное, самый светлый праздник – День Благотворительности. Чтобы сделать кого-то счастливым, не обязательно принимать участие в крупномасштабных акциях. Добро гораздо ближе, чем нам может показаться. Здравствуйте! Это «Право на маму». Вы знаете, что в нашей программе мы рассказываем о детях, которым в силу возраста или особенностей развития достаточно сложно найти родителей. Поиски семейного счастья для малышей с непростой судьбой – добрая традиция «Самара ГИС». Команда телеканала не остается в стране от проблемы детского одиночества вот уже 8 лет. В 90% случаев после выхода в эфир программы дети обретали семьи. Многие родители, которые хотят усыновить малыша, после знакомства с медицинскими документами от идеи отказываются. Программа «Право на маму» помогает преодолеть страх, наглядно показывая, что это самые обычные дети, которым нужно чуть больше внимания и заботы. Когда ребенок находит семью вот такой особой, для меня это как глоток свежего воздуха, как какой-то вот прилив сил жить дальше даже в своей ситуации. Для меня это вообще дело всей моей жизни. Ольга Шелест возглавляет благотворительный фонд, у которого более 200 подопечных. Организация оказывает семьям особенных детей реальную помощь. Они своевременно получают лекарства, лечебные процедуры и тренажеры. Но главное дарит ощущение того, что они не одни на этом свете, что о них есть кому позаботиться. Поехали! Макс, ну как тебе? Сейчас в сети становится все больше мошенников, которые выдают себя за родителей детей-инвалидов и просят помощи. Если вы решились на пожертвование, то эксперты рекомендуют проверить всю информацию в интернете. Если она правдива, то окажется в нескольких источниках. Обратить внимание нужно и на счет, который указан в объявлении. Если это действительно просьба о помощи, то в ней не будут указаны личные банковские реквизиты. Мария Левина, Григорий Пелешаков, События.